Сотни комментариев под видеороликами, десятки сообщений в группах, связанных с переклейкой, забитые сообщениями ватсап нашего директора и несколько угроз у меня в личных сообщениях. Ну что, ребят, настало время и переклейщикам зарабатывать на новый мерз. Всем привет! Вы на канале Довысота, а начнем мы сегодня издалека. Для тех, кто случайно попал на наш канал и не понял, к чему была эта подводка в начале видео. 2 декабря 2020 года на нашем канале вышло видео по замене стекла дисплея на Samsung Galaxy Note 9, где мы использовали универсальный коврик для спрессовки дисплейного модуля со стеклом. После этого на все наши социальные сети посыпалась куча сообщений с вопросом, где можно приобрести данный коврик. А вот это пресс-форма от компании YMG. Состоит она из двух ковриков и четырех молдов, предназначенных для нанесения у копленки на стекло, и склейки дисплейного модуля со стеклом. Стоит себе удовольствие 6000 рублей для одной модели. А иметь этих форм нужно минимум 10 штук, для того, чтобы делать все актуальные Samsung с 8 по 10 серию. Не считая 20, которая тоже уже начинает нести в сервисные центры. При этом у нас уже замечательно продается 21 серия, которую тоже скоро начнут нести в сервисные центры. При этом у нас есть еще Huawei со своими изогнутыми дисплеями, Xiaomi со своими изогнутыми экранами на Mi 10 и Mi Note 10. Есть OnePlus, у которых вся восьмая линейка с изогнутыми экранами. И получается очень-очень кругленькая сумма для приобретения пресс-форм на все смартфоны, которые могут прийти к вам в сервисный центр. Среднестатистический владелец сервисного центра посмотрит на вложения, почишет затылки и, скорее всего, решит приобрести ТБК-808 с 300-рублевым ковриком для того, чтобы клеить на нем семерочки и восьмерочки. Единицы, таких как мы, обмажутся формами и будут отбивать их стоимость месяцами. Но есть лучик света в этом темном царстве. Наш универсальный коврик для центровки и склейки дисплейных модулей. Да, это не тот коврик, который мы показывали в декабре 2020 года. И на это есть свои причины. К сожалению, из-за очередных проблем с закрытием границ, нам не удалось не то, что купить такие коврики, как в вышеупомянутом видео. Нам не удалось даже связаться с их производителем. В связи с чем, нам пришлось резко менять тактику и самим заниматься реверс-инженерингом. Лучшие умы нашего сервисного центра в течение полутора месяцев подбирали и тестировали несколько вариантов материалов. Отправили в помойку кучу неудачных опытов и разработали свое универсальное решение. К нашему счастью, коврик у нас получился максимально универсальным. На нем можно наносить окопленку на стекла с изгибом, склеивать плоские IPS и OLED-экраны без разгибания шлейфа. Но самое главное, и что интересовало больше всего вас, изогнутые экраны без рисков повреждения матриц, без волн и опять же без разгибания шлейфов. Ну давайте уже перейдем к примерам. Начнем с нанесения окопленки на стекло. Коврик у нас имеет одну рабочую сторону с липкой поверхностью. На нее при помощи ролика наносим окопленку. Коврик у нас имеет определенный оттенок, за счет чего нам будет проще ориентироваться, где у нас находятся грани или вырезы на окопленке. Снимаем пленку саки и центруем стекло на глаз. Для этого дела потребуется определенная сноровка и с первого раза у вас может не получиться. Подклеиваем верх и низ пленки и отправляем в ламинатор. Все. Пленка у нас нанесена на стекло. И мы можем использовать его в дальнейшем для склейки с дисплеем. Вот наше стекло после процедуры удаления пузырей. Мы его задействуем в дальнейшем для переклейки нашего дисплейного модуля. Далее склеим пару плоских дисплеев. Для примера мы взяли Xiaomi Mi 9 и Honor 20. Начнем с дисплея чуть-чуть попроще. Honor 20. Один из самых популярных в данном моменте IPS-экранов. Попробуем для начала склеить его на нашем коврике. Дисплей включился. Вот он дал картинку. Все протрем начистое и склеим. Отправляем наш дисплей в ламинатор. Ламинировать будем примерно двумя килограммами. Вообще коврик ориентирован на диапазон давления от 2 до 3 килограмм. Если дисплей у вас небольшой площади, примерно как Honor 20, то там будет достаточно 2 килограмм. Если большая площадь дисплея, либо изогнутые грани у дисплея, тогда может потребоваться давление в 2,5 килограмма. Если же вы будете клеить дисплей на раме, к примеру, то там давление может доходить до 3 килограмм. Дисплей у нас получился идеально. Для галочки закинем его в камеру для удаления пузырей и покажем конечный результат. Дисплей мы извлекли из камеры для удаления пузырей. Как видим, получился он у нас идеально. Шлейф мы не разгибали. Для меня вообще было на самом деле открытием, что кто-то еще до сих пор разгибает шлейфы на дисплеях. Давайте проверим, как он получился. Следующим дисплеем у нас будет Xiaomi Mi 9. Один из бестселлеров Xiaomi. Брат-близнец дисплея на Samsung A50. Так как коврик у нас имеет определенную твердость и эластичность, он отлично повторяет все изгибы шлейфов на экране, при этом обеспечивая равномерный прижим по всей поверхности. А толщина 15 мм исключает возможность передавить дисплей в места, где находятся микросхемы или защитные экраны на шлейфах. Как видим, у нас результат практически идеальный, не считая двух малюсеньких пузырьков, которые за минуту уйдут у нас в камере для удаления пузырей. Включаем дисплей для проверки. Как видим, полосы у нас не появились, то есть наш коврик не раздавил шлейф. Далее у нас будет тест на изогнутом экране. Для теста мы взяли Samsung Galaxy Note 9. Также центруем дисплей на глаз, слегка подклеиваем его к стеклу, чтобы он у нас не сместился во время прессовки. Кладем на наш коврик и отправляем в ламинатор. Ламинировать будем на давлении чуть-чуть побольше. Будем использовать 2,5 килограмма. Как видим, в этот раз у нас все получилось замечательно. Все грани у нас коврик продаю. Сейчас быстренько за кадром удалим пузыри и проверим наш дисплей. Дисплей у нас готов. Сейчас подкинем и проверим его. Как видим, наш коврик продемонстрировал отличные результаты. Он достаточно универсален для проведения любых работ, связанных со склейкой. Будь то экраны с изогнутыми краями, либо плоские матрицы. Не говоря уже об айфонах, которые можно проклеить на практически любом коврике. Но данный коврик за счет качества прижима во время ламинации избавляет от необходимости часами гонять пузыри. Размеры позволяют клеить любые экраны, вплоть до Galaxy Note 20 Ultra и iPhone 12 Pro Max в том числе. Приобретая данный коврик, вы получаете универсальное решение. Вам больше нет необходимости приобретать огромное количество пресс-форм для каждого дисплея. К тому моменту, как вы закончите смотреть данное видео, коврик уже должен находиться на нашем сайте parts.200.ru Дорогие друзья, мы считаем, что наш продукт достоин внимания. Хотим, чтобы вы поделились информацией о нем со своими коллегами в рабочих группах. Также, в свою очередь, мы совершим розыгрыш трех таких ковриков в следующем нашем видео. Увидимся у нас на канале.